МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Протягивается карагод святочных ранечников. Конкурс студентских талентов, гран-при областного форума «Зимовая селка» завоевали будущие медики. А зараз об этом и иншим больше подробязанным. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет об развитии личбовой экономики. Об этом керавник державы поведомил сегодня на встрече с представниками деловых колов. Поводили слов президента, головная мета документа – створить такие умовы, как сусветные АйТи-компании приходили в Беларусь, открывали свои представительства, центры распространения и створили запотребованный в мире продукт. Активность политических партий и громадских объединений на выборах депутатов у Мясовая совета – высшая, чем у кампании 2014 года. Об этом заявила старшиня Центр-выборкама Лидия Ермошина. В состав выборкам своих кандидатов вылучили 8 из 15 политических партий краины. А последний термин, когда это еще можно сделать – 31-го Снежня. Перед вылучения кандидатов депутатов завершится в 8-м студене. После этого начнется передвыборная агитация. И она продолжится до основного дня голосования. Нагадаем, местные выборы пройдутся в Беларуси 18-го лютого. У сего будет размерковано кругу больше, чем 18 тысяч мандатов. Сегодня в Гомельском областном клиническом шпитале инвалидов Айчинной войны открылся первый в регионе специализированный Центр традиционной китайской медицины. Принять удел в аурочистой церемонии открытия приехали делегаты из города Чэнду, провинции Сычуань. А в том, какие методы традиционной медицины Поднебесной будут практиковать в Гомельском центре – репортаж Натали Каприленко. На початку этого года по межкеровницам Управления ховы здоровья Гомельского обл. Ваканкама и Администрации традиционной китайской медицины провинции Сычуань был подписан меморандум об супрасовнестве. Открытие у шпиталя специализованного центра – первый этап международного супрасовнества по межгомелям и китайским городам Чэнду. С початку года проходил пленный обмен делегациями по межмедицинскими установами двух городов, а ле сёня на Гомельшину у першыню приехали супрасовники клиники Чэндуского университета традиционной китайской медицины. Кажут, что вельми задоволены оформлением центра и ширым приемом хамельчан. Наш город Чэнду – очень древний город, и провинция Сычуань – это родина традиционной китайской медицины. Плануется, что у центра будут оказывать амбулаторную поликлиничную медицинскую допомогу и вести специализованную практику. Прием и курсы лечения будут доступны не только пациентам областного шпиталя, а ле усим жадающим. Безусловно, не случайно выбран госпиталь областной, так как здесь сконцентрирована вся основная служба медицинской реабилитации. Дополнительно населению будут предоставлены такие виды услуг, как иглорефлексотерапия, мануальная терапия, различные виды массажа, в том числе с использованием специальных камней. Лечебной физкультуры, гимнастики, что, безусловно, мы надеемся дополнить возможности реабилитационной помощи, специализированных видов медицинской помощи, ну и придаст определенное развитие профессиональным навыкам в дальнейшем нашим медицинским работникам, в первую очередь врачам. Уже сейчас медики рихтуются до наплыва пациентов на иглорефлексотерапию. Показания для такого лечения самые разные. Показания самые широкие. Это и терапия, и педиатрия, кушастая гинекология. То есть практически любой раздел медицины имеет свои показания для этого метода. А кроме того, в кабинетах центра пациенты смогут пройти лечения фитоапликациями и припеканием полоновыми цигарами. На первом этапе практику будут вести гомельские специалисты. В дальнейшем плануется, что в Гомель на стажировку приедут медики из Китая. Наталья Капрыленко, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Доброченная акция «Наши дети протягивая крошить по Гомельской области». Сегодня она отбылась в санаторной школе-интернате для детей с захворываниями костево-мышечной системы, которая находится у Костюковцы. Повиншовать ее выхованцев приехал помощник президента Республики Беларусь, главный инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, наместник старшин гомельского Аблова-Конкама Владимир Прывалов и начальник управления адукацией Сергей Порошин. Кожному детяте гости привезли солодкие подарунки, а кроме того, установе передали сертификаты на обновление материально-техничной базы. Дякуючи этому, тут смогутся набыть обсталявания для столовой, интерактивную дошку и спортивный инвентар. Он тут особливо необходим. В школе-интернате живут и учатся дети с захворываниями опорно-рухольных аппаратов. Всего около 200 детей во взрослении от 9 до 15 лет. Тут я не знаходится до 10 месяцев угодя, наведывают школьные занятки и проходят реабилитацию. Дякуючи специалистам, многих отримливается вернуть до полновартосного здорового життя. И новое обсталявание дозволит еще больше повысить шансы на поспех. Мы большое уделяем внимание сегодня воспитательным процессам, посещению школ, естественно. Мы стараемся вникнуть в те проблемы, вопросы, которые задает преподавательский состав, для того, чтобы объективно оценивать ситуацию, которая имеется в одном или другом учебном заведении, для того, чтобы правильно понимать, как нам дальше воспитывать детей, какие-то есть их пожелания, есть какие-то проблемы, для того, чтобы их решать. Маленьких пациентов областной клиничной больницы наведали представники Белорусского детячего фонда. На лечении сюда накеровывают детей из всей области. Зараз их коля 200. Многие перенесли операции и у новогоднюю ночь застанутся у больницы под наглядом урачов. Капсворы детям святочный настрой, до их завитали Дед Мороз и Снягурка. Разом с сказочными персонажами дети удельничали у конкурсах, спевали песни. И, конечно, отримливали подарунки. Традиционную акцию детячего фонда «Наши сердце детям» поднимали педагоги областного института развития адукации. Мы обратились к педагогам, которые сейчас обучаются и обучались у нас на курсах в областном институте развития и образования, с тем, чтобы они включились в эту акцию и подготовили подарки детям, которые лежат в областной больнице, и детям-инвалидам, которые живут в семье. В результате все педагоги откликнулись. Это было 300 человек. Подключились еще учителя и работники нашего областного института развития и образования. После наведывания клиничной больницы активисты белорусского детячего фонда отправились с подарунками у семьи, которые выховывают детей-инвалидов. В Новый год с новым домом. Завтра у Гомеля отбудется открытие еще одного детячего дома семейного типу. В Аулаткованном двухповерховом будинку будет проживать семья Казаченко, которая выховывает 9 приемных детей. Отзначим, это уже шестый по лику детячий дом семейного типу у Гомеля. Державный мытный комитет провел видеопресс-конференцию. На совете у всей региональной службы. В центре уваги обновленный мытный кодекс Евразийского экономического союза. Новые правила оформления документов, декларования товаров и мытных операций уступить усилу первого студента 2018 года. Распрацовка нового кодекса распочалась в 2013 году. Во удосконаливании главного мытного документа, а кроме представников органов Державного управления, в першиню приняли удел и делегаты бизнес-колов 5 краин Евразийского экономического союза. Основный акцент сделан на поширении информационного взаимодействия между мытными и Державными органами, с одного боку и с объектами внешнеэкономической деятельности, с другого. Сирот нового увядения – махшимость представления попередней информации у электронном выгляде. Это позволит больше оперативно проводить мытные операции, связанные с уведомлением о прибытии товаров на территории Евразийского экономического союза. По нормах нового кодекса значительно скоротится и термин пропуску товаров во усих мытных процедурах с одного працевного дня до четырех годин. Так само новый кодекс позволит выкорыстовывать транспортные сродки международной перевозки для перемещения грузов по всей территории Евразии. В таможенном кодексе закреплены ситуации, связанные с приоритетом электронного декларирования товаров. Следует отметить, что если в ныне действующем таможенном кодексе основной формой декларирования было предоставление декларации на бумажном носителе, то новый таможенный кодекс закрепил электронное декларирование. Отдельные таможенные операции будут происходить без участия должностных лиц таможенных органов. То есть сама информационная система будет регистрировать те или иные действия, совершаемые участниками внешнеэкономической деятельности. 102 работники Гомельского мясокомбината были терминово эвакуированы после поведомления про минирование предприемства. В бухового пристосования саперы не знайшли. Подозреванные у илживые минирования затриманы. Подробязности у наступным сюжете. 21-го Снежня у 13.52 на линию оперативно-дяжурной службы милиции поступил звонок. Невядомый мужчина поведомил, что Гомельский мясокомбинат заминированный. На предприемство терминово были накированы и милицейские нарады, работники МНС, экипажи худкой медицинской допомоги и саперно-пиротехничная группа войсковой части 55-25. С будинка мясокомбината эвакуировали больше, как 100 человек. После чего началось обследование по мешканию на наявность выбухового небезпечных предметов. Параллельно оперативные супрацовники милиции проводили мероприемства по высшему человека, які поведомил про махчимую небезпеку. Литерально празд две годины он был затриман. Попередне установлено, что непрацующий Гомельчанин, 1977 года народжения, находящийся на гандлевых родах Чарниговске, подошел до женщины и попросил ее сотовый телефон. Прямо прийой набрал номер 102 и поведомил про минирование предприемства. Затым отдал трубку и пошел далей. В ходе проведенных оперативно-развитых мероприятий были установлены свидетели, которые видели неоднократно данного мужчину на рынке. Зрители его на вид помнят хорошо. Поэтому по приметам, а также с помощью мобильного телефона, с которого он звонил своей сожительнице, мы установили номер сожительницы. Она приехала на место, открыла квартиру, и таким образом мы задержали преступника. Мужчина, доставленный у Новобелецкий районный отдел внутренних справ, яких-нибудь выразных тлумаченью он дать не смог по причине знаходжения устанемоцного алкогольного опьянения. Городский отдел следчего комитета за загаде и лживое поведомление об небоспеции распачал криминальную справу. Следственным комитетом будут предоставлены образцы голоса и речи подозреваемого, а также само сообщение о заминировании с линии 102. Посредством проведения экспертизы будет установлено, принадлежит ли голос данному подозреваемому, либо не принадлежит. Згодно с ответным артикулом Криминального кодексу Республики Беларусь отказность за лживое минирование предугледживает покарание в выгляде штрафу, аресту, обмежевание воли на термин до 3-х годов або позбавление воли на термин до 5-ти годов. У Гомельского Державного медицинского университета заявилась еще одна подстава для гонору. Команда этой установы отримала гран-при областного форума студентских талентов «Зимовая веселка». Фестиваль наведали наши корреспонденты. С поборництва талентов. За час своего проведения «Зимовая веселка» переутворилась в фестиваль досягнений высшейших научных установ Гомельщины – кубки, дипломы и медалей. Усе отримано в нелегкой, але сумленной боротьбе. Студенты ГДТУ и Мясухога – в эту коллекцию додалее еще и несколько роботов. У значной ступени – это модели для цикавого баулення часу, а линии, которые вынаходництвы уже зараз можно применять на практице. Например, установку для выработки 3D-деталев – роботом, який может прозвать у агрессивным для человека асяродзи. Будущее производство, там человек будет в нем участвовать в минимальной степени. В этом производстве будут участвовать передовые технологии, будет участвовать мозг человека, то есть знание студента. Вот к этому мы и пытаемся приучить студента. Концертная программа «Зимовые веселки» – это выступление с 7 команд першокурсников в НУ в области. За 15 хвилин необходно не только с 9 журы, а ли завести залу так, каб эмоции праскрай. Пакуль одны выступают на сцене областного громадского культурного центра, их потенциальные конкуренты рыхтуются у файе. У гэтым годзе фантазию першокурсников явно ничего не стремливала. Нехто пронувся у костюмы старожитных же хоров Беларуси, нехто отдау перевагу в образом космичных воинов. Студенты Беларусского державного университета транспорту вырышили перенести глядачу у часы рымлян и ебтян. Такая историчная отдаленность, скажут, да помогая лепш самореализоваться у нашем часе. Ты все время можешь показать что-то интересное, даже если ты что-то забудешь, ты сможешь импровизировать в любой момент, потому что ты смотришь на другие костюмы, на наши декорации, ты всегда сможешь что-то придумать новое. Танцевальный выбух, артистизм без межау – самая оригинальная программа. Пераможцы у концертной программы студентского форума «Зимовая веселка» вызначали у некольких номинациях, але головная ознагарода «Гран-при» на этот раз и она накеровалась у Гомельский державный медицинский университет. Даже 66 за выступлениями все лету у першыню могли не только ты, кто набыл билеты. Интернет-трансляция у реальным часе – это мягчимость значна поширить аудиторию. В этом году впервые мы транслируем онлайн-трансляцию в интернет этого мероприятия, что позволит расширить аудиторию, которая ограничена количеством мест в этом зале, их тысяча. В этом году мы планируем, что именно это мероприятие посмотрит более трех тысяч молодых людей. Олексин Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадио, компания «Гомель». Сегодня профессийное свято у тых, кто промым сенте дорыц людям тепло и светло. У Беларуси означается «День энергетика». Белорусская энергосистема створалась в 1931 году на базе особенных электростанций, могутностью у сего несколько мегаватт. Сегодня ее вытворческий потенциал представлены станциями огульной могутностью свыше 10 тысяч мегаватт. Головная задача РУП «Гомель Энерго» – захование энергетической безопасности. Для ее реализации необходима модернизация вытворчастей и уведение новых могутностей, повышение надеянности и эффективности действующих систем, минимизация негативного воздействия на новокольной сироте и рациональное расходование палево. Сирот основных достигнений этого года – реконструкция ЦЕЦ-1. В ее вынике могутность станции увеличилась больше, чем в 6 разов, а объем выработанной продукции увеличилась в 2 раза. Эти и другие новинки вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. Далее у эфира «Спортивный огляд». З новинами спорта вас познайомит Максим Савин.